вот посмотрите как леонардо осознанно двигался к кисти руки да вот он шел от одного цилиндра предплечья к другому цилиндру запястье потом пястье и потом посмотрите фаланги пальцев раз цилиндр два цилиндра указательный раз цилиндр два цилиндра три цилиндра и так далее тех не видно пальчиков вот это самое простое действие смотрите вот запястье да и как она спасти им соединяется по какому цилиндру эти два возьмем по какому овалу два цилиндрика соединяются вот да а потом сюда идет большой палец здесь еще один цилиндрик не ну поменьше да тоже по овалу будет соединен да потом указательный тоже по овалу будет соединен до шар и цилиндр цилиндр и цилиндр соединяются друг другу только друг с другом только по овалу сейчас мы с вами разберем как рисуется декоративный штамп рисование кисти человека с натурой вот кисть человека вот как леонардо великий делал рисунки сначала а потом уже писал своих мадонн не секрет что правая и левая рука это второй и третий портрет человека часто мы наблюдаем как человек ведет себя мимикой рук и рассказываем о нем его внутреннюю составляющую внутреннюю сущность давайте мы вот так вот свою же руку вы можете вот так свою руку положить примерно и попробовать рисовать так же как делал леонардо осветим эту руку справа и сверху вот смотрите вот рука да давайте мы начнем с того что она подсоединяется кисть руки подсоединяется вот здесь вот к предплечье предплечье это цилиндр вот мы сначала должны знать схему рисования этой руки а потом уже будем действовать дальше я прям вот на ней на этой руке и покажу вот овал вот овал до соединение кисти руки и предплечье вот она у леонардо видите все построено на овалах и все на соединение цилиндров рука это сплошные цилиндры так дальше следующее пальцы сразу не следует рисовать а надо сначала нарисовать пястье вот она давайте мы с нашей руки пястье пястье это такой знаете даже прямоугольничек пусть будет вот он там где очень много косточек внутри луновидная ладьевидная еще какие то вот когда вы нарисовали пястье вот вы понимаете что вот этот рычаг да кстати вот отсюда начинаются пальцы наши вот они там под кожей управляются вот этими косточками которые под пястьем находятся вот они пястье и конечно же вот эти косточки соединение начала пальчиков тоже мы сейчас обратим на них внимание но главное что надо сделать это плоскогубцы вот захват большого пальца к указательному вот плоскогубцы как мы хватаем до хватательное движение давайте сразу идем так опять же отсюда идем сразу на большой палец кто такой большой палец это два цилиндра соединенных 2 цилиндрика соединенных между собой и заканчивается ноготочками так теперь хватательное движение вот косточка вот она да которая будет показывать направление указательного пальца сразу смотрим как указательный пальцы здесь уже три фаланги 1 2 3 и везде 1 косточка 2 косточка 3 косточка и ноготок 1 2 3 вот так согнуто да давайте сразу 1 цилиндрик 2 цилиндрик и туда уже отвернутый от нас и вот так повернется ноготок до туда от нас вот так до 3 цилиндрик вот опять же давайте сразу по светотени потому что нам будет интереснее когда мы будем показывать светотень да вот цилиндр предплечье пошел да вот он да и очень красиво когда предплечье в одном направлении а кисть руки в другом поэтому когда вам будут позировать вы смотрите даже как красиво поставить чтобы не было знаете как у буратино в одну сторону все вот это стена запястье пястье фаланги пальцев дальше вот пошел да вот он захват пошел следующий пальчик вы понимаете что пальчики вот откуда начинаются да но здесь не видно под кожи следующий пальчик это средний здесь у него будет косточка тоже смотрим как средний относительно указательного пойдет давайте посмотрим тоже у него пойдет 1 2 фаланга и 3 фаланга и вот вот так они будут соединены между собой 3 фаланга это же отвернутый ноготочек пошел и вот давайте смотреть как пойдет светотень если вот отсюда свет падает я думаю что здесь будет полутончик а вот здесь пойдет смотрите собственная тень вот так она пойдет да его здесь наверно будет собственная себе всегда говорим скопище цилиндров должны друг с другом сотрудничать через овал и вот смотрите здесь только две фаланги у большого пальца ноготочек так хорошо а у этих двух уже по 3 да и вот давайте сюда сюда даже если у вас натура очень быстро сейчас должна убежать и некогда рисовать руку вы вам очень важно нарисовать вот этот захват плоскогубцев так себе и скажите вот вот это движение самое главное а те остальные пальчики потом подрисуете да или можно их пустить на нет но принцип их штампа как вот они так сказать скопище цилиндров вы должны знать так это средний был потом смотрите что-то безымянный пошел вот так немножко до относительно этого и вот так пошел да он на книгу лег безымянный вот и посмотрите как вот он безымянный да и вот пластиночка ноготочка так уже видно да опять же как пойдет светотень я думаю вот так и мы должны прям показывать когда мы пишем собственную тень показывать что это цилиндры цилиндры есть и вот и последний мизинчик пойдет там не будет видно вот этой косточки уже вот эти косточки очень видны да но вот этих основных первых двух пальцев а мизинчик пошел себе как уперся он опять перспективу удаления и там конечно чуть-чуть виден ноготочек а вот там не видно знаете чего не видно соединение его спасти вот он мизинчик туда пошел вот вот эта схема да вот она схема ну давайте теперь у сама самой у самого пастия тоже сделаем до небольшую светотень конечно надо очень много рук поперерисовать прежде чем вы подружитесь с ними это понимаете очень важная вещь при рисовании портрета и те которые не умеют рисовать руки но они как бы расписываются в своем непрофессионализме падающая давайте подумаем падающая да вот она пойдет падающая от указательного да падающие тоже большое дело имеют вот она пойдет падающая смотрите от среднего и еще и смотрите может быть с одного пальца на другой тоже есть светотень поняли да от этого тоже небольшая падающая пойдет смотрим какой палец взаимодействует с другим до а здесь вот где пойдет падающая смотрите вот она вот она вот он а а здесь вот где пойдет падающая и так и до локтя доберетесь там потом здесь можно для пущего браслет показать чтобы вы понимали что браслет нам в помощь когда мы рисуем запястье 5 фаланги пальцев декоративный штамп рисования кисти человека с натуры есть еще видео урок декоративный штамп рисования портрета человека с натуры смотрите за нашими видео